всем привет с вами снова супер гекта и сегодня я хочу вам показать свои покупочки за месяц марта если вам такая тематика интересно то непременно оставайтесь со мной и сегодня мне почему-то хотелось бы начать с неинтересного затем перейти к самому вкусненькому но это на мой взгляд естественно может быть вам это интересно я не знаю начать я хочу непосредственно с дубной пасты и зубной пасты мы закупились буквально глобально да у нас ее очень очень много собственно хочу вам показать вот такую пасту это каспер впервые увидела вообще у меня у ребенка большое количество паст в запасе но да видите я не могла пройти мимо она такая привлекательная такая милая и да не удержалась я от покупки детская зубная паста фруктовый вкус содержит безопасное количество фтора с экстрактом крапивы аромат пасты мне не понравился какой-то неприятный такой знаете аромат дешевой пасты сама она двухцветная имеет такой цвет мятный и белый очень-очень напоминает пасты колгейт вот такой вот смешной дизайн одна моя подписчица наталья написала что у него между ног щетка но она не совсем между ног просто здесь он и так держит ничего такого а сынишка у меня обратил внимание сказал что приведение еще и голы да в общем такая упаковка который не оставит никого равнодушными ну а теперь пасты для взрослых вот три упаковочки а 2 это сплот профессионал а брали мы в магазине пятерочка по хорошей цене и а бленда мэтт это я брала в седьмом континенте трехмерное отбеливание для ослепительной улыбки 3d white вот эту мы уже используем она у нас стоит в ванной комнате а я не принесла но не помню честно говоря какая она сама все внутри на полно тоже вот как раз таки двухцветная вроде так вкус очень ментоловый отбеливает она а узнать я вспомнила она белая с крапинками такими по-моему такого зеленоватого оттенка ну в общем господи какая разница я думаю как раз таки скрабирующие частички для зубов и а собственно говоря делает ли мои зубки белыми я не могу сказать потому что я постоянно свои зубы поддерживаю в белизне если паста хорошая если она плохая то конечно появляется налет следовательно поставил хорошая вкус типичный такой мятный что еще сказать ну нормальная паста да почему нет можно и купить а вот эту пасту не первый раз берем биокальций восстановление мали безопасное отбеливание тоже отбеливание потому что я люблю когда зубы белые это реально хорошо да биоактивная зубная паста тоже классная не первый раз берем супер супер а вот это первый раз до первый раз это зеленый чай защита от кариеса профилактика заболеваний десен ну так тут упаковочка выглядит потом пока не открывали ни ту ни другую вот так вот но зеленый чай это интересно да посмотрим какого будет вкус и кстати кто пробовал напишите вообще какой вкус 10 на зеленого чая или это только надпись еще три неинтересных покупки это ватные диски уеха даже уже открыла это клиник natural beauty они вообще говоря не прошитые так вот раскрываются я уж не буду вам близко показывать я думаю так видно да отсюда нет если кому это нужно то вы это как видите не получите но при этом меня в принципе все устраивает пока никаких проблем лак нормально снимал то есть они не стягиваются какую-то каких-то других там я пробовал вот этот верхний слой не стягивается то все нормально да они не прошиты но это не критично в этом случае они рифленые нормальные нормально мне нравится пользу сейчас полностью устраивают и на пробу взяла вот такие тоже две упаковки но они одинаковые покажу вам одну а клиник сенситив здесь у нас содержится алоэ вера дам не знаю а лишь такой брала я помню в действительности давайте да я открою даже не прошиты они но они тоньше они гораздо тоньше вот не знаю будет ли это на камеру видно но в общем они значительно тоньше это кстати плюс на мой взгляд хотя смотря в чем вот но ничем не пахнут мы где здесь алоэ они не рифленые здесь конечно есть рифлена с небольшая принципе да вот как чипс прям а вот но собственно говоря где алоэ где где она ерунда а дальше все будет интересное не переключайтесь буквально вчера купила спонжики в подружке купил я их для того чтобы делать градиентный маникюр который ближайшее время собираюсь делать себе и вообще они для нанесения жидко кремообразной или пудрообразной основы вот собственно и все вот такие вот спонжи 115 рублей за них отдала в принципе все равно как они выглядят лишь бы они ну как бы приносили мне пользу а для того чего их купила ними точно подойдут так что все окей не пробовала не открывала и и не буду пока что смысл в этом я не вижу ну что давайте теперь я вам покажу кисти и заказала если вы такую розовую коробочку это у нас риф гош профессионал марка здесь набор кистей 5 штучек вот сзади нарисованы там один два три 4 5 каждое к чему относятся но для чего чтобы человек знал и не перепутал да у меня здесь ценник содра мне привезли из интернет-магазина так собственно вот так заупаковано все хорошо вообще потрясающая коробка по моему в принципе это хороший дорожный набор да но мне понравилось использовать его именно постоянно хотя в дорогу тоже вот я не знаю может быть еще если такую коробочку возьму потому что но очень это удобно а кисти мне понравились они реально хорошие смотрите дальше 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 мы открываем крышечку что мы видим да сейчас мы видим здесь небольшой бардак но они все были запакованы в индивидуальную упаковочку вот но просто я уже все по вынимала естественно поиспользовала не все правда вот такие его до упаковочки типичные для кистей все все это здесь есть под каждую кисть все очень здорово и так какие же у меня здесь лежат кисти это универсальная кисть для пудр и румян которые я просто влюбилась а также бронзанта а кисть для губ тоже офигенно кисть для тональной основы маски ну так ничего но мне пока нет чем сравнить особый нищим так кисть для теней . для ресниц и бровей но тут свет так собственно но вот видите так красиво прям я считаю что даже подарить было бы здорово приобрела я их по скидочке но скидка как же была смешная честное слово а ну давайте буду каждого не мать и рассказывать что я думаю о каждой из них ну практически о каждой а все их всех всех не скажу начну с моих любимчиков которые уже и использовались и мылись значит вот эта кисть а дать процесс не и начнем вот эта кисточка она очень очень мягкая используется как раз таки для румянут она универсальная для пудры для бронзатора пожалуйста пожалуйста вот очень мягонькая классная цвет приятные розовая ручка тоже клево ну вообще не лезет абсолютно не лезет да ну что сказать вообще я влюбилась в эту кисть и первонаперво потому что она просто потрясающе наносит пудру она ее как бы вуалью кладет на лицо не пылит не распыляет в отличие от кисти от и фраше которые реально пудру прям рассыпала распыляла и в принципе она ее на лицо клала не ровно оказывается дело не в пудре да ее качество а именно в кисти вот девушки оказывается дело в кисти и вот эта кисть мне безумно понравилась она не лезет то есть ни одного власка не вылезла а ничего не торчит у нее там со всех сторон очень идеальная кисть просто идеально я бы вообще вот советовал такой наборчик то тоже хочет иметь потрясающую кисть за небольшие деньги даже без скидки она стоит там 718 что вот этот наборчик ну что только у того да но тогда как некоторые кисти вообще одна только стоит полторы тысячи то это безумно выгодно в общем все это моя любовь которая замечательно кладет пудру на лицо теперь перейдем вот к этой кисточке эта кисть а предназначена для тональной основы нанесения тональной основы для масок в том числе кстати вот я сразу здесь чуть-чуть начало торчать вода торчать волосик но опять же она не лезет по ощущениям она похожа на крыло птицы на ута кто-то так такая довольно жесткая имеется да не жесткая скорее вот ворс сидит так твердо сама то она не жесткая она в меру мягкая вот наносить ей и распределять основу удобно абсолютно удобно мне понравилось но размер она очень маленькая я не знаю я говорю у меня опыта вот с такими плоскими кисточками еще не было подскажите она реально маленькая или они все таки потому что у меня действительно впервые такая кисть я не знаю так мне в общем нравится как наносит но больше мне нравится распределять под глазами консилер а по всему лицу это в общем то занимает продолжительное время а мне бы такого не хотелось поэтому чуть-чуть неудобно хотя и хорошо надо распределяет и да еще раз вас спрашиваю что вы мне скажете малюсика или все-таки нет если малюсика то елочку плюс себе другую эту оставлю для дорожных случаев вот единственная кисть которую я пока еще не пробовала это для теней но он такая коротенькая не знаю пока для чего ее принципе кисти есть для теней так далее вообще но не знаю пока пока не было необходимости ее использовать ну тут все ясно на вот еще один теперь фаворит взяла специально для палетки от и фраше чтобы там брать помадки и красить свои губки обалденно кисть вообще просто супер набирает отлично распределяет тоже здорово ну класс класс одним словом также она мягонькая такая и довольно большая но достаточно для того чтобы хорошо нанести помадку на губки в том числе наносила и этой кисточкой бальзамчик для губ ну знаете такие которые в коробочках вот над летуальный пример мне очень понравилось очень вообще суперская кисть и не менее классно то что она закрывается колпачку вот вообще супер супер мой вердикт отличный набор за небольшие деньги и очень очень давно мне нужна была кисточка я думала она будет стоить дорого и не видела смысла тратить на нее деньги когда можно чем-то заменить но однажды стоя в очереди когда были в ревгош когда были какие-то там скидки я стояла в очереди просто громадный она практически разве что не выходила на улицу из магазина да и мне было дико скучно я естественно смотрела по сторонам и увидел вот такую кисть я поняла она должна стать моей почему да потому что она стоит всего 310 рублей 310 рублей вот и все удовольствие а в принципе такая кисть а кисть это предназначено для того чтобы стряхивать всякие знаете крошки которые падают при нанесении макияжа допустим там тени спадают да там ну я не знаю что еще ну сами да знаете когда делать макияж не всегда но бывает что вот что-то да а падает под глазками тогда нам нужно к кисть для отряхивания вот она сколько я считаю должна стоить потому что ее цель вообще невелика ну да ладно в общем кисть не очень очень понравилось упакована на в такую прозрачную упаковку сейчас мы достанем также здесь еще один защитный чехол пути-пути она размахнатилась ну такая кисть она мягонькая тоже красивая да мне очень нравится немножко пушится вот по бокам есть такое дело но это ничего страшного это совершенно минимальная погрешность который никак не скажется на ее работе она широкая это кстати тоже марка рифгош естественно рифгош профессионал вообще довольно нереально вообще замечательный венчик венчик для уборки лица после макияжа теперь давайте я вам покажу уходовую косметику ее у меня не так много а затем декоративную ну что ж давайте начнем вот с этого продукта эта марка лепетимар селье как я вам говорила мне очень захотелось познакомиться а с другими продуктами этой марки и увидев кстати акцию вот на этот шампунь я его и приобрела это у нас шампунь для нормальных волос лен и молочко сладкого миндаля вот ну вот собственно и все все что я пока могу о нем сказать прочесть аромат приятный миндальный да именно миндальный аромат но так как я не являюсь любительницей миндаля в отдушках парфюмерных то не могу сказать что это моё шедевр но миндаль здесь такой ненавязчивый и это меня радует и чувствуется действительно вот какая-то зеленая нотка видимо это лен шампунь как шампунь не знаю не знаю кто пробовал напишите мне как она вообще нравится нет как работает с волосами что вообще дает и так далее и так далее и вторая моя покупочка тоже от лепите марселье буквально вчера приобрела в магазине подружка боже мой так как я коллекционирую гели этой марки то конечно могла пройти мимо такой шикарной упаковки которую я увидела в продаже впервые не знаю уж новинка это или же просто я еще не натыкалась на него вот подскажите мне если кто уже покупал такой гель для душа где же я пропустила этот момент да но а также консультанты магазина подружки мне прорекламировала их новые какие-то гели там они сделаны уже знаете вот вот таких упаковках примерно примерно не совсем такие но примерно такие кстати эти лучше если они вообще полностью сменят упаковки на те то я буду разочарована вот эти гораздо лучше они красивые яркие и вообще прямоугольник это круто да да ну лично мне как-то нравится и так что же это у нас цветок мака и молочко хлопка классно правда аромат очень приятный пахнет маком и хлопком да вот мак кстати вы знаете очень очень мне напомнило цветок хлопка индии или какой там я уж не помню вот от и фраше который да вот тот цветок хлопка очень-очень напоминает божественный аромат у меня же вообще в фаворитах цветок хлопка поэтому сами понимаете ну в общем гораздо дешевле по моему выходит чем если брать у компании фраше поэтому как альтернативу вы могли выбрать именно его и то же кремовый ну и последний из ухода это в марка люмене очищающий тоник с березовым сахаром для комбинированной жирной кожи каковой моя и является сужает пор освежает делает кожу матовый посмотрим как будет дальше но при первом использовании он меня покорил классный но рано что-то судить ну вот я говорю один раз попользовался мне полностью все понравилось и устроило запах знаете такой приятный не знаю очень классно пахнет как будто какой-то морожкой супер просто супер здесь 200 миллилитров надеюсь будет разби и дальше также там будет сужать поры освежать делать кожу матовой хотя принципе это я увидел уже сразу а из минусов до хотела показать неудобно вот так каждый раз будет откручивать хоть это и надежно закрывает но если у вас постоянно стоит на столике то это реально неудобно в принципе за качество которое получила при первом использовании за аромат и я ему это погрешно спрощаю но альвер декоратив очка да и начать я хочу вот с этого замечательного блеска для губ от марки дживанши глаз эндордит это восьмой оттенок сексуальный розовый ну не знаю сексуальный он там или не сексуальный цвет мне очень нравится и цвет мне напоминает именно розы да такой нежный садовый розы очень очень красивый оттенок он не сейчас на губах вот протяжении всего этого видео могли наблюдать данный блеск ну что ж раскрываем и осмотрите кисточка выталкивается изнутри он как интересно так сама кисть она вот такая вот именно кисть это не спонж я не могу сказать что это ультра удобно наносится немножко из-за этого неравномерные некоторые места приходится прокрашивать именно за то что это кисть и она цепляет ну как обычно на камеру мне получается не очень хорошо рисовать себе на коже вот я вам разрисовала тут очень очень красивый имеет приятный такой знаете конфетный аромат вот как я вам и говорила цвет нежной розы ведь он переливается здесь есть легкий шиммер но в основном дает водный блеск на губах тоже очень красивый стойкость вообще большая даже если вы попили чай или там что-то еще съели все равно он остается на губках сразу видно люкс как говорится потрясающий блеск он не липнет абсолютно не липкий на губах ощущается как ухаживающий бальзам для губ единственный минус который у него есть и который я ему легко прощая это то что он через какое-то время часа там через три допустим где-то так то есть не скоро он скатается в уголках губ будет именно в уголках то есть здесь полоску не делает а вот здесь в уголках губ образует почему-то вот так вот выборочно но я говорю я как как-то вообще это не сильно заметно и в принципе я ему это прощаю хотя с другой стороны это же не масс-маркет могли бы все таки сделать более совершенным блеск но ладно что есть то есть цвет еще раз повторюсь вообще шикарный качество классная но в общем я довольна покупкой и так следующая моя покупка это карандаш для бровей от мэйбелли мастер шейп дарк блонд у меня темный блонд оттеночек но здесь соответственно кисточка для бровей а здесь сам карандашик как в принципе и писали по моему я уже такой брала он очень очень мягонький отлично и ровно ложится на брови а притом не выделяя их но если оттенок аж подобрать правильно то все будет хорошо и у меня это так щеточкой потом расчесываете все вообще абсолютно ровненько при ровненько классный вообще мне просто идеально подошел но минус в его мягкости такой сильный это то что он быстро заканчивается вот такой вот оттеночек быстро быстро заканчивается только недавно начала использовать его и уже практически он у меня затупился уже надо точить но так как он стоил бюджетно то бог с ним пусть заканчивается быстро главное что он хорошего качества а теперь давайте вам покажу лаки так первый который я приобрела это сила алмазов от его мозаик уход для сухих ломких слабых ногтей автор упаковочку беру в запас и тоже вчера вот приобрела лак для ногтей от china glaze а так как о них очень очень хорошие отзывы это профессиональные лайки то я решил попробовать сначала взять хотела несколько иной оттенок но видев его на ромашке я решил что надо подобрать другой оттенок и взяла я вот такой хамелеончик вы уже видите да что он переливчатый и золотого а в зеленый и синего оттенок указан вот здесь смотрите я не знаю что является оттенком верхние цифры или нижние так как беру впервые пока еще не сориентировалась но оттенок называется вае and radiant очень очень красивый и сейчас вам покажу на ромашечки вот он на ромашке ну собственно здесь его плохо видно на ромашку он ложится прозрачно вот смотрите не знаю на камеру он будет менять цвет навряд ли навряд ли но он меняет меняет цвет зеленый действительно уходит необычным такой хамелеончик ну и что же касается качества очень очень ровно ложится прям супер ровно без каких-либо полосок в один слой хорошо закрашивает и хамелеоник ну в общем качество отличное также я пока еще долго не экспериментировала но почитала отзывы что он безумно стойкий а что данный лак он а также не сохнет то есть до его хватает надолго сколько бы он вас там не стоял ну конечно я не знаю может какой-то срок определенный ну во-первых срок есть да правильно а вот до истечения видимо срока он не будет засыхать вот это конечно огромный плюс для тех кто коллекционирует лаки ну а так буду еще тестить естественно потом в пустых баночках как-нибудь вам о нем расскажу более подробно ну или сделаю отзыв например на а рекоменд и в instagram выложу как-нибудь когда уже больше с ним познакомлюсь до дольше с ним поработаю ну вот и все я хотела вам показать что мне из интернет-магазина рифгош к моей покупке положили огромное количество пробников вот целый пакет и тушь я где-то несла не донесла да к сожалению что-то я как-то забыла взять тушь ладно в общем что-нибудь сюда вложили это клоранс несколько вариантов тональных тут основ тональных точнее кремов да не основ тональных кремов а вот тут всякие пробнички а если вам интересно скажите мне вместе с вами по тысячу то есть но выложу отдельный ролик где мы будем открывать это такая в общем такой блатер сейчас я покажу вот вот так вот выглядит тут четыре разных тональных кремов поэтому если интересно скажите я сниму отдельный ролик ну на лайк канале наверно выложу так будет более более правильно я так думаю вот вот тушь которую вот я говорю я сейчас забыла что-то ее взять хотела принести и забыла так это dior edit it flash такая красивая упаковка мне тушь вообще понравилась она реально прикольная она разделяет реснички удлиняет делает объем не осыпается стойка но все супер вообще не знаю даже думаю надо бы как-нибудь прикупить реально тушь хорошая хорошая так далее это парфюмированная вода вообще о пробниках я сделаю отдельный ролик поэтому тоже ничего говорить пока не буду и также мне вложили а вот такой пробничек bioderm серум это все дорогие к сожалению мое видео подошло к концу надеюсь оно было для вас интересным и главным образом полезным и если это так то не забываем ставить лайк подписывайтесь на мой канал если вы еще это не делали у вас возникло такое желание а я как обычно желаю вам замечательных покупок прекрасного настроения и всего самого прекрасного с вами была супер гекта пока пока